всем доброго времени суток распустились парочку новых орхидей и я решила снять показать запечатлеть эту красоту и как многие наверное уже узнали это котлея максима с ее очаровательной губой очень красивая на мой взгляд котлея шикарные цветы цветонос 5 цветов на одном цветоносе и вот здесь вот еще есть один и видите вот он такой вот беленький вот так вот они распускаются такие невзрачные кто не знает еще один цветочек на другом цветоносе такие как гадкий утенок да и потом превращаются в таких вот прекрасных лебедей шикарная красавица очень нежный аромат ну и вот так вот шикарно начинает свистей когда взрослое растение 5 цветов на одном цветоносе очень красиво можно утонуть в этой губе огромные цветы по сравнению с рукой очень большие ну это я вот сейчас стою у нас еще 7 утра нет и вот я чувствую очень очень сильный аромат но это не от нее и не от нее интермедиа продолжает цвести тоже и пахнуть ну а что пахнет это пахнет котле окландиай у нее настолько сильный аромат может быть кому-то может быть если бы внутри она была и был очень сильный но так как у меня орхидеи на улице я сильно так вот не ощущаю ну приятно терпковатый такой со специями опять такие красивые два темных цветка кто со мной недавно у меня есть я как-то снимала поэтапно как цветы как бутоны выпускает я никогда не знала когда я еще не знала вернее я снимала очень интересно кому интересно я вставлю в описании будет это видео ну вот так вот она распустилась шикарных два цветочка и вот с другой стороны еще никак она у меня не расцветет я показываю каждый каждый раз она выдала мне с последние псевдобульбы новый ростик и он постепенно растет но еще конечно не превратился в растение которое в псевдобульбу которая может цвести ну растет постепенно растет в две стороны очень это будет интересно когда будет много если бы она еще выдала посередине где-нибудь новый ростик открыла в общем неожиданно иногда неожиданно котлеи начинают выдавать новые росты но здесь как вы видите немножечко так вот она отмирает но все равно растет в другую сторону ну и эти два прекрасных на сайте к очень классные темная темная форма у меня и и я сейчас покажу ее название вот такое название у нее красотка уроженка бразилии с обратной стороны они так напоминают шилериану такие пятнистые но здесь я не успела снять первый цветонос он уже осыпается выдала нами два цветоносика миниатюрная вандачка аска центрум ампуласеум красивые нежные милые цветочки в том году был один цветоноса в этом году она уже выдала два мне цветоносика и такие вот нежные цветочки произрастает в китае в лаосе во вьетнаме от 300 до 1500 метров над уровнем моря то есть выдерживает разные температурки как вы видите она миниатюрная растет у меня в такой вот корзинке и прекрасно себя чувствует здесь кстати я сама вчера вот на мое удивление дендробиум якидорума помните как я его давно показывала он еще конечно уже цветы вот постепенно постепенно начинают взять но я кстати даже не думала или я не замечала что он так долго цветет ну очень долго мне кажется он распустился уже ну наверное месяц назад и есть вот цветы прям такие вот ну свеженький этот прям вот свежий свежий очень красиво смотрятся конечно белоснежные цветы супер здесь вот тоже свежачок вот свежие свежие так ну а что я не показывала не показывала я вот эту опять распустилась котле amazing talent на мое удивление мне кажется она цвела но она уже цвела здесь и в марте наверное в марте и вот опять два цветочка она только набирает цвет потому что будет полностью такой вот сиреневая здесь очень красивая на мой взгляд тоже котлейка было три цветочка в предыдущем цветении и а сейчас вот два очень красивая яркая с очень нежным ароматом так вот она в маленьком горшочке таком растет такие корешули я в последнее время немножечко стала удобрять как-то опрыскивать орхидеи появилась не то что появилась время я наверное сама себе мозг настроила что нужно их поливать нужно их удобрять а то я как-то расслабилась хочу цветение ничего для этого не делаю ну и вот наверное результат и корешки и новые ростики такие прям чувствуется конечно когда удобрение чувствуется ну а тут красавицы фаленопсис и спасибо большое всем кто подсказывает мне название все красавицы здесь кстати моя несостоявшиеся брасе уже понемножечку тоже цветы отсушивает но вчера я заметила новый цветонос слушайте ну так вот здорово 1 отцветает 2 расцветает класс так и должны да наверно нас радовать наши цветочки ну раз мы гуляем я давно не показывал мои тут мои растут травки огурчики помидорчики и помните я посадила кустик passion fruit я не знаю как он называется на английском только знаю что это passion fruit вот так вот моего я его посадила чтобы отгородиться от соседей и на наше удивление это просто сейчас такая вот у меня здесь стена и он уже даже выпустил цветы это просто замечательный результат мне кажется что там наверное какие-то подводные под подземные воды и ему достаточно воды и он так растет очень красивые у него цветы вот в данный момент они не раскрылись красивые очень их много будет очень много фруктов слушайте ну здорово прекрасный результат прям на одной ветке видите это это вот все цветочки вот он вот он красивый и вкусный надо его как-то уже подвязать соседи его там обрезают подстригают но я честно говоря не ожидала что он так вот вырастет здесь класс ну а мои огурчики я посадила уже новые ну у нас весна зимой как-то не росло ничего здесь у меня клубничка цветет перчики но и новые огурчики 5 я посадила наверно недели две назад и вот так вот все 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 пошло в рост и всего расцветает греется на солнышке класс маленькая и ящерка люблю герберы и видно ему тоже очень нравится кусочек такой природы это расцвела у меня ванда террас она находится на открытом солнышке можно так сказать ей нужно очень много солнца чтобы она цвела не выдерживают не то что выдерживают им нужно солнце для того чтобы цвели я когда была в сингапуре прям там стена наверно двухметровой высоты если не выше наверно выше и прям такие заросли из них и на солнышке они стоят ну вот здесь вот она у меня на солнце и я смотрю что ей очень нравится тут один цветоносик тут вот второй третий здорово я их посадил в обычный такой вот горшок и им нравится но как обстоят дела в гринхаусе тоже видите вот цимбидиум тоже долго цветет долго он их распускал эти бутоны и долго он их держит энциклия кахлеата фаюс все потихонечку это моя огромная пурпура то надеюсь расцветет вот так вот выглядят чехлы на данный момент но она может свести и без чехлов с новых ростов он допустим этот новый ростик этот вот прошлогодний вот сейчас она расти тоже новые ростики и они могут тоже зацвести было очень красивое цветение прошлогодние красивая ну а вот что я хотела показать вот тоже такие новые ростики красивые и цветоносы здорово когда я люблю вот так вот когда корешки начинают расти говорит о том что орхидеи всего достаточно это кто-то меня спросил недавно как поживают мои котлеи которые мне бы достались по наследству ну как вам сказать так себе ну вот здесь вот одна даже растит цветонос тоже чехольчик ну такие когда растение плохая корневая не очень им нужно помогать им нужно их нужно удобрять им нужно что-то давать для корней ну а я такое вот не сильно использую как-то мне хочется чтобы больше натурально было ну в общем нужно все-таки удобрять нужно помогать орхидеям ну тут ничего такого интересного вот единственное что я все наблюдаю за вот этой вот котлей это выращиваю я ее тоже из детского сада покупала очень-очень маленькой и вот такие вот она три новых роста выдала может быть потому что я начала давать какие-то удобрения начала обрыскивать и здесь вот такие вот красивые два новых роста ну да я не удобряла скажу честно ну вот так вот раньше не удобряла а сейчас начал удобрять хотя и покупаю всегда удобрения есть вот такая вот я здесь мой дендробиум деликатум вот так вот я не отрезают цветоносы я их оставляю когда они засыхают они все-таки когда они вот такие вот зеленые как на этом специозами я их не отрезаю они все-таки дают какое-то питание для растения и нужно почистить много работы как вы видите нужно его пересадить уже нет места ну а вот хотела я показать вам это мой белый специоз у миниатюрная форма с этими длинными цветоносами которые я показываю а это мой новенький я грозилась что я продам свой большой я его таки продала и взамен купила вот такой мне его прислали а в огромной коробке луи уйди да тут плохо видно название но цветы должны быть желтыми я видела на картинке как он свел он был с одним цветоносом но ко мне он пришел уже без цветоноса но он желтый такой как я хочу красивые плотные цветы я его пересадила не то что пересадила у меня пришел без горшка просто и вот начал он растить корешки я его посадила тоже такой вот горшочек и смотрю ему понравилось но пока что новых ростиков не вижу ну корешки вижу то есть все хорошо он не такой огромный не такой высокий и уже цветет надеюсь что не будут такие высокие псевдобульбы как у меня ну листья огромные тоже красивые красавица все-таки гортензия так красиво смотрится такой пышный кустик у меня в этом году расцвел здорово очень много влаги ему конечно нужно но я стараюсь поливать и вот так вот у меня порадовал обалденные грозди красивые тут кстати вот еще набирает смотрю это новые цветы много очень много красивые шарики ну и так вот выглядит моя маленькая тепличка вот так вот у меня находятся мои дизы в водичке это дендрофаленопсис один из первых он конечно не очень такой презентабельный цветочки не очень красивые но ну один из первых поэтому пусть живет и я так и не успела лептотис юниколор он все-таки распустил цветок был распустил но все повял но по сравнению конечно псевдобульбами он он большой но и был всего один цветочек поэтому ему нужна влажность влажность когда он открывает я пыталась опрыскивать и все потому что как там пару месяцев назад месяца два или три он наращивал тоже цветочек и он его скинул он его отсушил огоньки опять открыли новые цветы ну а что из того что я жду это вот это дендробиум тронтуань ай я никогда не видела его в живую ну вот так вот у нас в австралии мало редкости сейчас кстати завозят очень много фласок очень много разновидностей даже гибриды и и даже вижу давианы и гибриды с давианами но я пока что с фласками подожду времени катастрофически не хватает ну а вот этот тронтуань ай вот так вот он у меня растет я его посадила в том году наверное он у меня новенький так вот начал он у меня расти и даже выдал бутончик ну а из цветущих дендробиум ладигезиай у меня их было два но я себе оставила один на кокосе а во второй продала поэтому мне достаточно очень красивые маленькие цветочки он всю зиму сидит такой невзрачный потом начинает быстро выдавать бутончики новые растики и вот так вот распускается это firebird на заднем плане уже оцветает тоже ну а вот что первый раз для меня расцвело это дендробиум богемия джапсоди я когда-то увидела огромный куст его и конечно же мне его захотелось ну я купила вот эти вот маленькие псевдобульб очки были и вот она нарастила за прошлый год вот эту псевдобульбу и весной она выпустила бутончики и вот такие вот нежные мохнатые цветочки мне открыла такой маленький мой первый результат красиво когда огромное растение эти спадающие псевдобульбы и полностью они увешаны цветами это это просто это шикарно это это непередаваемо когда огромные кусты но такому пустику конечно очень долго до такого цветения но ничего я жду а тут еще вот такой вот дендробиум дендробиум об холом или кукула там так вот он у меня растет на его когда-то прикрутила на такой вот кусочек тоже деревяшки и вот так вот он у меня растет здесь уже цветочки постепенно отсушивает не успеваю я снимать ну вот такое вот сейчас видно весеннее цветение этих спадающих всех дендробиумов они все просыпаются весной все спят очень мало воды им нужно и весной они все просыпаются и начинают цвести здесь больше никаких цветений нету единственное что вот гонгора гонгора уже вот видите здесь было два цветоноса тут вот еще на их выдает ну как то вот так вот цветет она скудненько на 12 цветоносе к скидывает такие вот бутончики вот вот уже иди сюда вот вот уже и лопнут они солнышко просыпается светит такие вот на верхней полке ничего такого интересного не происходит все жду когда мои лилии что-то мне выдадут какие-то цветоносы есть чехлы ну посмотрим единственное что я показывала уже это ванда крестата он также продолжает цветение и на мое удивление он еще выдав выпустил два цветоноса но не знаю откроет он их не откроет но как вы видите цветочки держатся очень долго я кстати пересадила все мои кота сетумы пересадила в большие горшочки и вот так вот они выглядят на данный момент такие уже цветоносики я их повесила здесь они еще не поливались я их повесила сверху это еще один я не обрезала никакие корни просто посадила в большие горшки и все это black jade погоду я проверила дожди пока что у нас не ожидаются ну и вот так вот они под солнышком растут в новых горшочках пока что дождя нету поэтому как раз дождик наверное будет и им уже можно будет поливаться кстати вот сейчас повернула голову и увидела еще один я и убрала оттуда потому что как-то не получалось снимать вот такие вот яркие желтые цветочки но не какие-то перевертыши но получился у меня только один в этом году это дендробиум ханхоки ай ханхоки ай ханхоки ай ханхоки ай вот такой вот один лаковый цветочек открылся такой довольно таки пышный кустик уже у меня это растение с прошлого года смотрю вот тоже новые ростики он здесь выдает и я вот смотрю здесь вот что-то тоже два таких вот что это не знаю цветонос я как-то не уследила когда он этот цветочек начал растить как он его растет тут кстати я увидела дендробиум дендробиум это дендробиум дискалор такие вот закрученные лепестки сипали и питали его нужно пересадить он уже прям но не очень выглядит вылез с горшка полностью ну вот так вот такие вот длиннющие псевдобульбы и такие вот закрученные цветочки тут кстати антуриум который я показывала он я так поняла что со временем наращивает свою вот эту вот завитушку все длиннее и длиннее мне кажется мне кажется что она не была такой длинной изначально закрутил прям ну что вот так вот прогулялись показала я вам свое немножечко все вокруг кстати адениум первый раз тоже расцвел такой красивый темный я хочу его пересадить он у меня с прошлого года и в таком вот пластиковом горшке его покупала и так вот он у меня перезимовал и и сейчас открыл вот такие вот красивые шикарные но он так и должен был цвести я его так и покупала хочу его посадить вот такие вот я их они у меня в глиняных в таких вот горшочках растут и такие нравится мне они выглядят как бонзай ну а так вот розы красиво когда распускается одна розы ни с чем не сравнишь розы это шикарно это просто что-то невероятное каждый раз что-то новенькое открывается пахнут что-то пахнет что-то не очень но все равно розы это красота всем пока пока